Знаете, я вам одну вещь скажу. Знаете, почему вас увидели? У вас нет правильного общения в жизни. Или не хватает правильного общения. Вот если мне, допустим, кто-то скажет про мою жену, про меня что-то плохое, сильно плохое, я не буду зареагировать. Знаете, почему? Потому что меня окружают чистые, светлые люди, которым я верю. Я могу задуматься над тем, что сказано, сделать, переварить это, исправиться, если это правда. Но иногда люди говорят со злобой, со злобой. И эта злоба, она не относится к нам в жизни. Эта злоба означает неправильный круг общения и все. Я вот не хочу свое сердце отдавать злым людям, понимаете? У меня есть кому сказать неправду. Есть люди, которые могут мне сказать правду. Я очень ценю это общение. Но если злой человек со злобой мне скажет ту же самую правду, я тоже приму. Но я не буду близко сердце принимать этого человека, потому что это неполная правда. Правда – это то, что сказано без злобы. Если ты хочешь знать, что такое правда, там нет злобы. В злобе нет правды. Понимаете? Это часть правды всего. Часть. Но не полная. Ваша ошибка заключается в том, что вы сильно среагировали на это. Понимаете или нет? Я удивилась. Вот это и есть сильная реакция. Но если бы у вас был наставник, человек возвышенный, то вы как бы прибежали бы к нему, все рассказали бы, и он бы вас успокоил, и все. На этом все бы закончилось. В сердце глубоко бы это все не полезло. Почему в сердце полезло? Потому что вы придаёте очень большое значение словам неразумного человека. Зачем вам это придавать, этим большим значением? Вы очень хороший человек. Вот это правда, то, что я сейчас говорю. У меня есть доказательства. Хочете, я вам приведу эти доказательства? Зачем прессе? Зачем прессе? Вот это первый признак ваших скромностей. И не так много хороших качеств у вас есть. Зачем обращать внимание на тех, кто не видит эти хорошие качества? Зачем так сильно придавать значение отношениям с этими людьми? Простые. Это люди непростые, а те, от которых хотелось бы больше эмоций. О, в этом ваша проблема. Вы сейчас приписываете человеку то, чего у него нет. Зачем? Допустим, если у тебя есть старший отец, там, мать, родственник какой-то. Но он, допустим, сделал глупость. Любовь к нему означает не обратить на это сильное большое внимание. Не приписывать. Мы часто от людей ждем то, чего от них дождаться нельзя. Это тоже жестокость. Понимаете, ну зачем? Вы приписываете человеку больше, чем у него есть. Зачем? Лучше смотрите на него позитивно. Лучше смотрите на его хорошие черты характера. Вы тогда увидите его настоящим. То, что у него есть, тому и радуйтесь. А то, чего нет у него, зачем этому радоваться и спечалиться? Если человек не понимает чего-то, это значит всего лишь, что он не понимает. Если вы ожидаете от него большего, это иллюзия, это ваши проблемы. Найдите себе настоящих старших, которых можно ожидать. Ваше сердце будет дышать и радоваться этим отношениям. Близкие отношения надо устанавливать с чистыми и возвышенными людьми. Со всеми остальными мы не можем устанавливать близкие отношения. Мы можем просто выполнять перед ними свой долг. И когда они благодарны чуть-чуть нам за это, надо радоваться. Что в них проснулась благодарность, надо радоваться. Но близкие отношения только с возвышенными людьми. Возвышенные люди могут друг с другом близкие отношения устанавливать. Но простые люди не могут, потому что в сердцах у всех нас сидит камень. Не только у тех, кто вас обидел, но также и у вас в камень сидит сердце. И это нормально, это не то, что плохо. У меня тоже камень в сердце сидит. Удивились? Я разок молился и просил Господу показать своё сердце. Я увидел, знаете, такой вот комочек, наполненный желанием наслаждаться от жизни. Противный, вонючий комочек, который сидит у меня в душе. Желание наслаждаться, желание славы очень много, чтобы хлопали. Ура, хорошая реакция! У меня там сердце сидит, понимаете? Вонючая штука такая, воняется. И по милости старшего я должен победить это в своей жизни. Ну то мы такие вот. Мы не мягкие и пушистые, а скользкие и вонючие. Но дело не в том, что мягкие и пушистые пока.